В эфире Дороги к Свободе. С вами Виталий Портыков. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Что происходит с украинскими реформами накануне президентских парламентских выборов? В марте и октябре 2019 года в Украине должны состояться соответственно очередные президентские и парламентские выборы. Хотя не исключено, что новый состав Верховной Рады могут избрать и досрочно. Такую возможность в последнее время активно обсуждают в украинских политических и экспертных кругах. По прогнозам Всемирного банка в 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырастет примерно на 3,5%. А для успешного дальнейшего развития национальной экономики необходим рост ВВП более чем на 4% в год. Достигнуть такого результата можно при условии активного привлечения иностранных инвестиций и продолжения структурных экономических реформ. На темпы экономического роста Украины влияют конфликт на востоке страны, отток в соседние страны трудовых ресурсов, увеличение импорта и сокращение экспорта. Одной из ключевых проблем остается и внешний государственный долг. Только в ближайшие 4 года Украина должна выплатить международным кредиторам более 20 миллиардов долларов. Отказ от реформ может привести к приостановке сотрудничества Украины с МВФ, часть кредитных средств которого власти хотели бы направить на погашение внешнего долга. Неизбежные последствия замораживания западной финансовой помощи – девальвация гривны и рост инфляции. Если Киев не получит в нынешнем году от МВФ ни одного транша, это будет означать сворачивание программы кредитования Украины, рассчитанной до марта 2019-го, заявляет министр финансов Украины Александр Данилюк. В качестве условий сотрудничества фонд называет создание антикоррупционного суда, рынка земли, повышение цен на газ и улучшение инвестиционного климата. В последнее время западные партнеры призывают Украину доказать, что предстоящие выборы не являются поводом для приостановки реформ. Президент страны Петр Порошенко, несмотря на предвыборный период, обещает скорое принятие законов о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, создание Национального бюро финансовых расследований и принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности Украины. Тем не менее, велика вероятность, что власти все же сделают паузу в проведении структурных изменений в экономике, сосредоточившись лишь на проведении уже утвержденных реформ. Как свидетельствуют данные опроса Киевского центра имени Александра Разумкова, большинство граждан Украины выступают против любых реформ. Ни одна из шести реформ, принятых Верховной Радой в 2017 году, согласно опросу, не получила более 25% поддержки опрошенных. Гость нашего сегодняшнего эфира, советник президента Украины Александр Пасхавер. Здравствуйте, Александр Ильич. Здравствуйте. Мы с вами говорим в 2018 году, а в Украине все больше говорят о 2019, о времени парламентских президентских выборов, о том, что сейчас необходимо уже политикам консолидировать усилия накануне этих выборов, о том, что это такой период турбулентности. Вот я хотел вам задать вопрос ребром. А завершились экономические реформы в стране уже, учитывая предвыборный период? Или есть еще шанс, что они продолжат? Давайте я вам скажу, ответ ребром. Они не начинались, скажите, нет. Нет, нет. Просто реформы – это многолетние процедуры. Поэтому, когда через три с половиной года или через пять лет скажут, ну, завершись, ребенок, я скажу, значит, вас плохо информировали о том, сколько требуется реформ. Вот если вы посмотрите, ну, любую возьмите, возьмите медицинскую реформу и посмотрите сроки, которые запланированы, вы увидите, что она запланирована больше, чем на 10 лет. Поэтому, что значит завершились? Вот если они начались, это уже очень хорошо. А вообще вы можете сказать о том, что какие-то структурные реформы, которые должны были начаться, по моему мнению, там после 2014 года, что они уже обрели какой-то вот реальный вектор неостановимости, что они не будут остановлены? Ну, остановить можно все, что угодно. Да, все равно. Но, например, децентрализация, то есть развитие местного самоуправления. Это довольно далеко зашедшие уже реформы, они получают значительно больше денег. И только вчера я разговаривал с человеком, который непрерывно ездит по этим местным, и показывает, как изменились ситуации, причем интересно, что эти деньги пока они не умеют тратить. Он рассказывает очень много смешных историй, они просто, эти люди просто теряются, что с ними делать. Ну, нехот ли умеют, они их просто разворовывают? Разворовывают, вот не все, знаете. Вот там внизу, конечно, везде одинаково, но дороги строятся бешено в этих маленьких городках, в селах, между ними. Например, они сами, обычно это так 10-15 тысяч человек, они сами начинают планировать, как школы, где какие школы сделать. То есть у них появилась совершенно другая, причем интересно, я вам хочу сказать, любопытная свидетельство, человек из Минфина, поскольку это все автоматически, мы же все время добивались, чтобы автоматически распределялись деньги. Но сейчас автоматически. Он говорит, знаешь, как я почувствовал, что автоматически у меня в моей шкафчике нет коньяков и конфет. Ну, это то, что когда-то говорил Жванецкий, что все коньяки и конфеты отдать глупой машине. Именно это происходит. По всяким случаям, так мне сказал один начальник департамента. Но меня действительно беспокоит то, что деньги сейчас действительно спускают вниз, то это вниз спускается не только инициатива, но и коррупция. Это большая проблема, на самом деле. Коррупция. Для любой децентрализации, уж коль вы о ней заговорили. Ну, понимаете, отношение к коррупции, так, я бы сказал, мистифицировано. Коррупция – это неотъемлемая часть нашей жизни. И большинство наций, у нас просто это приняло крайне болезненный характер. То есть она тотально, это связано не только с самой коррупцией, а просто с нашей неопытностью по управлению государством. Просто у нас нет служащей, я бы сказал, потомственной государственности, которая есть обычно в старых государствах. Вот мы учимся этому. Потому и коррупция. Если когда-то я шутил, что если два украинских министра сидят на заседании Кабинета министров, они говорят о том, где взять кирпичи на дачу, а не о каких-то государственных проблемах. То есть они не привыкли, они еще не имеют государственности. Но мы помним, как это чуть ли не в эфире, два вице-премьера обсуждали, как один должен построить дорогу к даче другого. Это было так, да? Ну хорошо. Так нет, так это же, почему это так? Ну нет государственности, она будет, но надо же, надо хотя бы несколько десятилетий, чтобы это возникло. Насколько граждане вообще готовы эти несколько десятилетий пережить и переждать? Потому что вы видите, что как раз в обществе назревает, почему я начал нашу беседу с выбором, острая недоустворенность по поводу того, что эти обещанные реформы не дают желаемого результата. Вот все, что я вам сейчас сказал, я стараюсь говорить буквально каждый день в средствах массовой информации, особенно по телевизору и по радио. Реформы не идут год, нет таких реформ, которые за год решаются. Да, сотни каких-то мелких вещей сделаны, но это же не фундаментальная реформа. Вот здравоохранение фундаментальное, вот образование фундаментальное, вот децентрализация, это фундаментальные реформы, они идут, ну если десятилетиями, то примерно одно десятилетие. Вопрос в том, чтобы они действительно, как вы правильно заметили, пошли так далеко, чтобы было видно. Вот я назвал такую, какую видно, в отношении здравоохранения еще не видно, но уже видно, что в этом году начнется. А раз начнется, уверяю вас, еще недовольство будет выше. Но меня, например, удивила та ненависть, с которой многие врачи высказываются о реформе. Пока мне не объяснил знающий человек, что практически большая часть зав. отделений и главных врачей зарабатывают на бесплатных лекарствах. Тогда мне стала понятна эта ненависть. То есть они теряют источник дохода. Да, да. Причем это массовое дело. Мы же начинаем разговаривать, я не знаю, как вы, а большинство людей, когда они говорят об олигархате, то они говорят о верхней, там, 10-20 людей. А я утверждаю, что их сотни тысяч, если не миллионы. Олигархов? Олигархов и олигархиков. Вот зав. отделений, которые пользуются этим, своей монополией, это тоже олигархик. Если надо, то он отдает часть таким-то бюрократам, которые необходимы, какой-нибудь человек, который владеет оптовой торговлей. Ему надо обязательно давать деньги районным начальству. Это он олигарх или нет? У него есть все, что нужно. Связь бюрократии, монополия и рента. И таких людей сотни тысяч, если не миллионы. В этом смысле они подсказали идею о том, как окрепла российская олигархическая система. Потому что все же тоже всегда говорили о семи людях, о семи банкирщинах. Помните, был такой термин? Да, но это верхушка. Времен Бориса Ельцина. Но по большому счету все это окрепло именно, потому что в каждом регионе, в каждом городе был тот, кто держал фактически свою монополию. Все равно вы говорите о верхушке. Не, ну не совсем. Потому что внизу там полно своих связей, своих монополий. Ну не совсем даже о верхушке. Помните, станица Кущевская, где просто была банда, которая держала станицу. Это уже не совсем верхушка. Ну это банда. Ну там это банда, они были депутатами каких-то местных советов. Это тоже была местная знать. Но я хочу сказать, поэтому когда говорят, что когда вы наконец закончите, особенно мне нравятся советы, что вам еще осталось немного принять законы, и вы уже будете как Восточная Европа. Но не будем мы как Восточная Европа лет 50 еще. Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, советник президента Украины Александр Парсхавер. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Александр Иванович, вот даже если предположить, что украинская экономика становится более, скажем так, цивилизованной с точки зрения правил игры. Ну в самом начале, давайте предположим. Ну можем предположить. Я вообще не очень хорошо понимаю, вот мне, естественно, ваша оценка как на место. А что Украина может предложить сейчас на рынок конкурентного? Такого, что действительно позволило бы ей, ну если не стать в один ряд с соседними странами, то конкурировать с ними? Я помню, когда еще войны не было, с Россией сюда приезжали гости разные, и все время этот вопрос нам не спрашивали, а как бы утверждали. Ну куда вы претесь? Мы у вас купим всякое дерьмо, которое вы производите из России, а там же вы не нужны совершенно. Да, вот это, естественно. Мы переживаем кризис, но мы его переживаем, а не умираем. Доля, да, у нас уменьшается экспорт, но доля экспорта европейского растет непрерывно. Что мы предлагаем Европе? Конечно, пока сырье, если с хозяйственное сырье, но мы начинаем. И уже предприниматели находят, что продавать, причем не только в Европу, по всему миру. Если вы посмотрите структуру экспорта, ну вы увидите, насколько растет, настолько же, насколько уменьшается экспорт в Россию, настолько же растет экспорт по всему миру. Поэтому разговоры о том, что нечего предлагать, нет такой страны, которой нечего предлагать. А тем более Украина, между прочим, довольно адаптивна. Я не знаю, что будет дальше, но если мы с вами разговариваем о том, что мы, смотрите как, мы IT-продукцию экспортируем пока на низком уровне, и пока только как работники. Уже есть люди, которые говорят, ну это очень низкий уровень. Ну хорошо, это низкий уровень, но начинать у нас с низкого уровня скачков не бывает. Но это значит, что мы адаптивны. Хотел о тени поговорить. Вот по данным Министерства экономики Украины, теневая экономика более 30%, 33%. Это еще снижение. Исследование Международного валютного фонда регистрирует цифру в 43%. Это значит, что половина страны, почти, она живет вне государства. То есть два государства. Государство налогоплательщиков и государство тех, кто вообще существует вне любых государственных правил регулирования. И в этом государстве, кстати, налогоплательщиков тоже, как вы знаете, есть еще огромное количество людей, которые тоже живут по схемам этой уплаты налогов. Конечно, да. Далеких вообще от реальности. Но у нас это просто, да, теневая экономика, те цифры, которые вы назвали, это цифры, проопределенные методикам. И если я вам скажу, что определить долю теневой экономики невозможно, это моя точка зрения, просто невозможно. Эти цифры, я знаю эти методики, они весьма приблизительны и многого не учитывают. Особенно изобретательности системы выживания украинских граждан. Я вам приведу пример, несравнимо более такой, я бы сказал, яркий. Когда развалился Советский Союз, то практически система управления отсутствовала государством в Украине. И стали все крупнейшие заводы, потому что они были ВПК, обслуживали империю. И посмотрите, никаких социальных, серьезных эксцессов в громадной нашей стране не было. Это значит, что население Украины не зря приобретало навыки стратегии выживания. Все мы стали в теневой экономике. Не знаю, как вы, а я был в теневой экономике очень глубоко. Потому что иначе я просто не мог бы выжить. И таким образом, я думаю, что это, конечно, теневая экономика – это плохая вещь, но она такая же плохая, как вся система выживания. И она также медленно будет уходить. То есть, когда начинается борьба с теневой экономикой, я всегда говорю, это аморально. Бороться с теневой экономикой одновременно, не уменьшая коррупцию. То есть, они должны, естественно, уменьшаться. И это будет достаточно медленный процесс, связанный, как вы только что сказали, с ценностями. А коррупция откуда все-таки должна идти борьба с коррупцией? Снизу вверх или сверху вниз? Борьба с коррупцией идет наилучшим образом не путем… Это такая, я бы сказал, примитивное, народное желание всех повесить или арестовать. Она должна идти, это стандарт, она должна идти от изменения институтов. Что и происходит. Только что мы с вами пример, я вам привел пример, что у него в шкафчике у этого служащего исчез коньяк. Это вот первый признак того, что в этом кусочке… Уже нет коррупции. …веншилась коррупция. И таким образом она… Но это будет достаточно медленно. Разговоры о том, что вы должны еще один закон принять. Ну, например, вот вы создадите антикоррупционный суд, и сразу у вас коррупция уйдет. Ну, так, во-первых, коррупция, достижения, я могу вам сказать, что достижения в борьбе с коррупцией грандиозны. Я вообще не очень представляю, почему власть, как вам сказать, ничего не говорит. Потому что главные схемы уничтожены, верхушечные схемы, связанные с газом. Там появились кое-какие другие, но не в этом дело, а в том, что коррупция уничтожается именно созданием новых институтов. И об этом надо говорить людям. Но эта коррупция гигантская. А мелкая низовая коррупция, я думаю, еще очень долго будет. Вот столько, сколько будет эта стратегия выживания доминирующей. Ну, ведь помимо мелкой низовой коррупции есть коррупция, так сказать, на высших эшелонах власти. Она находится не только, мы видим ее не только в Украине, мы видим ее в других странах. Только в Украине она вызывает куда больше раздражения. Это отдельная тема, связанная с тем, что Майдан, как революция, не создал соответствующие структуры. То есть, эта часть населения, которая, собственно, была авторами Майдана, не создали соответствующие политические структуры, не создали идеологии, не создали партии, не создали лидеров. Интегрировали в то, что было. А попросили старый политикум, может быть, наиболее проницательных или наиболее образованных людей, но попросили, чтобы они вместо них управляли. Ну, тогда, извините, что тогда должно быть, чтобы это изменилось? Они должны созреть. Они должны создать эти люди партии, должны выдвинуть вождей реальных, которые принципиально будут другими личностями. Совершенно основаны вот на этой стратегии не выживания, а на стратегии развития. А что такое, собственно, вы говорите, доверили старому политику? Но они доверили людям, которые, насколько я помню, во всех этих правительствах, которые сейчас есть, людям по 35-45 лет. Это, собственно, и есть молодые политики. И те активисты, которые им что-то доверили, они их ровесники. Те фамилии, которые пришли, те люди, которые пришли к власти. Были в ней и до того, как вы имеете в виду, да? И далеко не на последних ролях, то есть на первых ролях. Вот это я и называю старой политикой. В этом есть свой плюс. Просто нет же, мы с вами говорим по радио или по телевизору, я не знаю, но вопрос заключается в том, что нет же только плюсов и только минусов. Эти люди умеют разговаривать с нынешними олигархами. И это есть не только минус, но и плюс. Но не умеют разговаривать с гражданами, мне кажется. Уже вот это проблема. Вот это, это то, чего у них не было. Этому нужно учиться, это уже другое поколение будет иначе себя вести. Но, интересно, откуда взять? Для меня это загадка, почему такое слабое новое революционное поколение. Для меня это загадка. Почему они не сумели и до сих пор не сумели создать реальной какой-то партии радикальной? Потому что наши профессиональные радикалы, они просто опасны. Они не искренние. Ну, я, может быть, потому что то, что мы здесь в украинских условиях называем революцией, является на самом деле восстанием. Восстание никогда не позволяет создать новые политические силы. Революция — это все же то, что как бы обуславливается некими экономическими закономерностями. Ну, это, по крайней мере, в школах так учили. А восстание — это восстание за независимость. Первый, второй майдан — это восстание за независимость. Ну, и тогда не может быть никакого нового слоя людей, потому что это общенародная попытка сохранить государство. Ну, разве вы не чувствовали, что люди, которые были на майданах, на 42 майданах, или там 46 майданов, сколько было по Украине, разве это люди не вели себя иначе, чем рядовые граждане? Совершенно иначе. Да, вели себя иначе, но... Они больше доверяли, они лучше коммуницировали, они готовы были быть, так сказать, более эффективно соединяться друг с другом. Это совсем другие были люди. Я даже не пытаюсь с этим спорить. Ну, так это и есть новый слой, что-то революция. Нет, вот тут я не согласен. Я видел действительно эту солидарность, готовность к общему действию, к общей молитве, к общему какому-то вооруженному, даже, ну, не вооруженному, а скажем так. Если нужно было, наверное, было бы и вооруженность. И вооруженность, да, но его просто до него не дошло. Не дошло просто, но они были готовы абсолютно. К силовому повернуть, чтобы воздействовать. И я видел, что я наблюдаю такую ситуацию в Средневековье. Это была архаичная солидарность. Это не была такая, вы знаете, революция современного типа. Я поэтому и говорю. Вы знаете, что я могу сказать? Один из главных признаков того, что это... Видите, первое, что мы можем сказать так. Пока эти люди не проиграли, я имею право назвать это революцией. Конечно, если они проиграют, тогда мы скажем, что это было... Восстание тоже может быть успешным. Если успешным, значит, это часть революции. Я хочу сказать, что они... Один из главных признаков революции... Это когда часть элиты предает свой класс и переходит на сторону. Называть это восстание или революция. Но это произошло. Это произошло. И это есть очень хороший признак. А в Украине всегда было две элиты. Была элита пророссийская, была элита проукраинская, которой не надо было никого передавать, которая была вместе с народом. Потому что ей нужна была Украина одной, потому что ради национальных идей, другой как кормушка. Это и есть украинская элита во всех измерениях? Может быть, она и была... Может быть, у них были разные взгляды, Но они не просто... Они рисковали. Ведь те, кто присоединились к восставшим, они рисковали. И рисковали. И они готовы были рисковать. Я говорю, подождите, я еще... Мне хочется для вас всякие доводы. Да, ну пожалуйста. А еще один очень простой довод, который тоже характеризует революционную обычно ситуацию. Это внутренние бунты против ситуации. И внешние интервенции. Это очень характерно для... Когда у вас серьезные изменения, то это очень характерна такая реакция. Мы имеем такую реакцию. Это уже тоже один из параметров, если хотите знать, сертификатов истинности переменных. Или доказательство того, что это было восстание за независимость. За независимость от России. И она же и совершила эту интервенцию. Ну, минуточку. Мы были независимы формально. Формально, да. Это же не вопрос восстания части страны. Это значит, что мы хотели идти другим путем цивилизационным. Но это же не против России, если хотите знать. Это против некой цивилизации, которую представляет Россия. Они вообще-то говоря, совершенно не... Как мне представляется, Россия вовсе не хотела, чтобы мы стали частью России. Она хотела нечто совершенно другое. Она хотела, чтобы была некая часть мира, в котором ее ценности... Ценности играет ведущую роль. И она играет ведущую роль в этой части мира. Но сказать, что это просто восстание против России, я не могу. Это скорее восстание действительно против того, что можно назвать евразийскими ценностями. Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был советник президента Украины Александр Пасхальев. Спасибо, Александр, что были с нами. Напомню, что эту программу для вас провел Виталий Портников. Программу «Дороги к свободе» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго, господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова